Здравствуйте, дорогие соотечественники! Вот и настало время, как обычно президентам дают первые 100 дней. Мы тут даем новому руководству чуть-чуть поменьше. Вот, и давайте посмотрим, что происходит. Ну, во-первых, хочется сказать следующее, что кроме там всех зачисток и всего прочего, зачисток всех этих конюшен и тому подобное, значит, как-то я не слышу от новой команды, а какие задачи, ребята, мы собираемся решать? Ну, хорошо, там, поймаем, там, повыгоняем, там, и тому подобное. Что делать будем? А ведь это самый главный вопрос, ради чего все это происходило. И вот, мне кажется, вот, беседуя с людьми на базарах, на улицах встречают, многие подходят и спрашивают, что будет, Виктор Иванович, что будет? И я им говорю, а вы как считаете, что должно быть? Потому что, говорю, если вы не ответите на вопрос, что должно быть, то и непонятно, чего ожидать и что будет. На самотек надеяться, дорогие мои, нельзя, вы знаете это. Ну, и, короче говоря, вот, в беседе с людьми, вот, я сам задумался, типа, вот, ты упрекаешь людей, а ты сам представляешь себе, какие задачи стоят вот перед нами всеми, вот, именно сейчас. И вот так, подумавши, и так, и эдак, я пришел к выводу, что у нас первое, самая главная задача, это вернуть доверие к власти. Два. Вернуть деньги. И вернем деньги, все это тралля и бла-бла-бла. Без бабла, как говорят. Второе. Создать такие условия, чтобы не только вернуть деньги, но чтобы к нам в страну приходили деньги. И, конечно, третье. Чтобы эти деньги работали. Они разворовывались из бюджета и уплывали, бог знает куда. И так, обратите внимание, четыре задачи. Вернуть доверие к власти, вернуть деньги, привлечь деньги и заставить деньги работать. И вот, чтобы обсудить, что тут, чего и как, да и многое, что другое. Вот мы говорим, вот, задача, вернуть доверие к власти. Ну, вернули доверие к власти. А где гарантия, что опять не образуются всем известные нам схемы? Ведь эти ребята, которые все создавали, они же тоже приходили на волне возмущения, на волне недовольства и так далее. И ничего себе, создали структурки такие, что ахнешь. И вот Валерий Демидевский, который сейчас сидит возле меня в студии, так задумчиво смотрит куда-то в потолок. У меня такое впечатление, что он думает так между собойщиком. Эх, Иваныч, верно ты говоришь, трудно эту заразу выкаживать. Обнимаю, мой дорогой товарищ. Спасибо за приглашение. Я думаю, что вот эти вопросы, которые задают люди, вот, попытки найти ответы на эти вопросы, я думаю, что все-таки, если у людей нет ясности в задачах, которые надо решать, то это все спектакли. Ой, кого выявили? Кто сколько украл? Куда? Весь этот детектив закончится, и все пойдет по накатанному. Так вот, чтобы это не ходило по накатанному, давай посмотрим анатомию вот этого всего. Как оно случилось, что так получилось. И дальше, а есть ли шанс вернуть эти деньги? А есть ли шанс создать условия, чтобы деньги к нам в страну приходили? И третье, самое сложное, чтобы эти деньги работали, а не расхищались. Сложные, да, задачки? Это такие на уровне, если жизнь на Марсе, да, вопрос по сложности. Да, самое страшное, что сложнее всего об этом говорить честно. О! И честно перед самим собой. А, да, если говорить честно, то это говорить людям нелицеприятные вещи, которые не любят слушать, говорить им то, что им не говорят политики. Политики обычно же говорят, вы многострадальные, вы хорошие, вы за нас проголосуете, мы сделаем хорошо. И так продолжается уже 30 с чем-то лет. За маленьким исключением вот эта история с коммунистами, когда дважды, они трижды удерживались в власти, да, из них голосовало население, подавляющее большинство. И хотя бы было правительство образованное, толковое. Период, да, когда в стране немножко наводился порядок. Кстати, вот Гречаная премьером тогда был одним из лучших. Вот. Поэтому я говорю, что вот с тех пор 30, страшно подумать, 36 лет назад я закончил университет, пришел работать в республиканское агентство новостное, оно называлось АТЭМ. И как бы нас называли как-то вот в куларах придворной журналистикой, потому что вы обслуживаете правительство, ЦИКА там и так далее. И вот как бы ближе всех к тому, кто как бы вершит власть. И вот с тех пор я практически не помню ни одного политика, ни одной партии, которая бы за редким исключением сдержала бы слово и сделала то, что она обещала. Всякий раз у нас заканчивается разочарованием. Но вот задавая вопрос людям, которые тебя встречают и говорят, а что будет, задать им тоже прямой вопрос. А что вы сделали для того, чтобы эта власть ушла? У нас что? Кстати, стоп. У нас демократическая партия... Стоп, стоп. Ты вот сейчас попал, мне кажется, в самое яблочко. Вот как бросают эту штучку, и она попадает. Обрати внимание. Меня, когда люди спрашивали, типа, а что будет, я как бы на опережение говорю, а что вы хотите? А ты поставил вопрос еще круче. Повтори его, пожалуйста. А что вы сделали для того, чтобы было лучше, вы лично? Вы стояли и ждали, пока что-то там поменяется. И в надежде пристроиться к новой системе. То есть не абстрактно, вот чего бы хотели и так далее. Меня вот больше всего расстраивает... Помнишь, этот, сказал замечательный Джо Кеннеди, он говорит, не думай, что сделает для тебя страна, а думай, что ты можешь сделать для страны. Вот сегодня вышел в «Консомольской правде» большой материал из двух частей о ситуации в Молдавии. И там как бы журналист, который приезжал и делал этот материал, он переговорил с многими, и с Воронином, и с Ткачуком, и с президентом, и как бы с многими. Я попал как бы в число тех, с кем он поговорил. И вот я там выразил большое такое, большое опасение, что когда у нас случилась канцелярская революция, фактически власть нам поменяли три посла, давай скажем честно. Да, пришли три кума и решили вопрос. И я не разделяю мнение тех, которые сегодня там говорят о великом единении. Что мы под идеей. Что вот там три политические силы объединились ради будущего Молдовы, троллевали, оставьте это для девочек семинаров Сороса, вот эти разговоры. У политических больших игроков всегда будут свои интересы, это раз. Во-вторых, вы знаете, они поменяли американский посол, который был последним. За ним было решение только потому, что если бы американцы поддержали Плохотнюка, этим партию, да, а им было за что поддержать, потому что последние два-три года он делал даже больше, чем они хотели. Вот если бы они его поддержали, то я очень сомневаюсь, что власть бы у нас поменялась. И вот знаешь, чем была беда? Он дал деньги, но когда была избирательная кампания, они туда деньги принес, он принес демократам. И когда пришли Трампы и спросили, а кто это такой? Да они демократы. А, говорит, тогда Хаид. Все очень просто. Именно так оно и было. Американцы очень хорошо, прагматично умеют считать. Особенно в Бантустанах. Нет, ну к шефу они, сам посол, никто ничего решить не мог. А вот американцы... Они пришли к шефу, сейчас спросил, кто демократ, бабки давал на Клинтон, мадам. Так, к чертовой матери, пришли другие. Я думаю, даже если там было намного проще, по той простой причине, что американцам в перспективе не было выгодно поддерживать Плохотнюка. Мы с тобой часто говорили куладно. Нет, и это тоже. Вот после передач мы выходили, говорили и понимали, что в принципе этот режим, который он исправит, он обречен. Вопрос только время. Вот когда? Сегодня, завтра, послезавтра. Все понимали, что они сами себя... Не надо, они Трампу под горячую руку попали. То есть они сами себя, переходя эти красные линии многочисленные, сами себя загнали в угол. Да. Понимаете? То, что вот не делал из-за опасений Воронин, да? Вот как бы можно ругать... Кстати, параллели очень напрашиваются. Можно ругать Воронина, можно не ругать, но он, имея, так сказать, 70 мандатов в парламенте и неограниченную власть над нашим чиновничеством, а наше чиновничество бесхребетное, которое имеет тысячелетний опыт... Выживания. ...покупки Бирмана на правлении в других столицах... И выживания. ...и выживания. ...вздали, да? Вот я никогда не забуду, когда я после того, как Воронин стал президентом, зашел к нему по поводу его предстоящей пресс-конференции в ТАСС, а он мне, смеясь, показал кипу заявление в партию. Партию коммунистов. Там были фамилии, я не хочу их сейчас говорить, потому что люди очень уважаемые, которые были коммунистами при КПСС, потом пьярыми унионистами при Народном фронте. А как только вот пришел к власти Воронина, пришли за имя, и он говорит, я их спрашиваю, ребят, вы что, говорит? Он говорит, ну, понимаешь, как можно сидеть на хлебном месте, да? Таких, как налоговая там... Ну, да. ...и не быть членом партии. Ну, так не важно. Я представляю, сколько сейчас люди народу ломятся к новой власти, да, уже опять за новым... Ой, стучи, собатенька! ...за новым Бирманом, понимаешь? И давай мы не будем говорить и будем наивными людьми. Плохотнюк, конечно, ушел, но я не настолько наивен, чтобы говорить, что это Плохотнюк создал эту систему. Нет, он ей просто грамотно воспользовался, как хороший организатор. Он ее возглавил, и они носили. Вот даже сегодня арестуй Плохотнюка, да, вот привези его в страну, арестуй. Там ведь нет его подписи нигде. Есть исполнители. Исполнители, которые мы сейчас подавляем в отставки. Конечно. Вот, скажи, ребята, вы ко мне какие претензии имеете? Да. Ко мне? Я кто? Премьер там. Он как Астап Бендер в знаменитой песне. Где мои плохисти? Мне усыпает, я не в силах отказаться, понимаешь? Ты все, что с него возьмешь? Он вызывал и говорил, сделай то. Человек получал конверт и делал, да? И все делали. Да. И все делали, понимаешь? И будут делать дальше. Вот в чем проблема, а не Плохотнюке. Проблема... Внимание не просто делали, а с большим старанием. Ну еще бы. Ну еще бы. Такие возможности купить. Построить дом на один этаж выше. Купить БМВ, как вот калица с налоговой, да? Нашу. Все, это жизнь удалась. Нет, вопрос в другом. Вопрос, вот ты сказал о этих задачах. Задача действительно самая страшная. Задача суровая. Самая страшная задача, это вот изменить ситуацию. И я вот не очень наивенный человек, чтобы считать, что это можно сделать за три месяца, за год или даже за несколько лет. Это нужно, нужна как бы очень жесткая вертикаль власти, которая сможет... И последовательность. И последовательность, желание. И самое главное, самое главное, то, чего у нас нет для этого. Это вот именно люди, которые хотят этих перемен и хотят справедливости. Не те люди, которые говорят, какие они там свиньи, они там воруют, а потом прибегают, говорят, а можно моего сына в эту систему или детей приготовить? О чем это говорят? Они просто из зависти ненавидят. Вот они на ты, а мне не удалось. Проблема в том, чтобы желание этих изменений охватило общество, чтобы люди сказали, так дальше жить нельзя. Мы должны что-то поменять все вместе. И мы должны выбирать себе людей, которые будут проводить вот такую политику. Это не состоится сегодня, завтра, послезавтра. Не состоится. Оно будет далеко. А внешние партнеры, понимаешь, они сегодня, у них просто звезды сошлись только по той простой причине, что я повторяю. Американцам было невыгодно дальше поддерживать прогнивший и идущий в рыбу режим. И они его взяли, поменяли. Завтра опять у них появится противоречие. И мы должны понимать, Валерий Гребович, что мы живем на маленьком клочке земли. Но я добавлю еще кое-какие вещи. Потому что нам кажется, что у нас варится, а вот три кума нам доказали, что не мы решаем. Вот сказал посол великой державы, на пять минут собрал демократов. Сказал, все брызли, все как мы живем. Два часа коридоры, мы даем вам гарантии, улетайте. И давайте, а кто не заховался, я не виноват. И что обвинять? Но я хочу другое добавить, что мне кажется, что есть еще одна внешняя причина, почему вдруг неожиданно в одной корзине оказались США, Евросоюз и Россия. Да, вот приехали три кума. Я думаю, тут есть еще один момент. Сейчас у Трампа, а он сейчас президент, вот не надо забывать, кто президент. От личностей зависит многое. Вот этот хайп финансовых, вот сейчас пошли финансовые даже, экономические, тарифные, и все эти войны с Китаем начались, да? Я уже молчу про информационные, они развели там как цветы зла на мусорной куче. Это чувствуется. Видимо, я так думаю, зная китайцев, понимая русских и американцев, вот из дипломатического опыта, значит, это была некая уступка Путину, чтобы вот в этом противостоянии с Китаем, а это, простите, если Россия вместе с Китаем вась-вась дружно, то это не очень. Да и Индия сейчас присоединилась, да и с Евросоюзом отношения не очень. Я так думаю, что это была своего рода некая уступка Путину в этой игре, большой игре. И поэтому, мне так кажется, что кроме наших внутренних, вот этой чехарды и прочее, это был сигнал на то, а ведь проблема Приднестровья, Валерий, мы о ней все время говорим, что это как бы своего рода пас, который означает, что политика США по отношению к России все-таки начинает меняться. Мне кажется, что это так. Нет, но это вот ихняя политика. Подожди ихняя политика. Нет, нам счастье, конечно. Нет, подожди, а я тебе даю другой вариант. А представь так, что Казак ищет в Молдове, что он тут это решает? Внимание, а тут как раз происходило все по-другому. Значит, это, на мой взгляд, говорит о том, что все-таки в данной коллизии мы оказались небольшой пешкой, в очень большой игре, где можно было пойти навстречу. Это был сигнал. Виктор. Теперь вопрос, как мы воспользуемся этим. Вот. Вот это серьезный вопрос. Вопрос вопросов. Вот. Если бы мы хотели, мы Приднестровскую проблему давным-давно бы решили. И ни Россия, ни НАТО, ни США, ни ЕС, не послали сюда войска, нас разъединять с Приднестровья. Конечно. Понимаешь? Чего мы врем людям? И врем. Наши политики, наши бизнесмены с двух берегов. И врем день и ночь. Хорошо делают день и ночь деньги. Вместе. Обнимаются, целуются вместе и так далее. Но стоило министру иностранных дел поехать и сказать, что это гражданский конфликт, как пошли с двух берегов вопли. Не разрушайте мифы. Понимаете? Одни политики послали крестьянских детей, собранных на сборы, на войну. И поубивали их там. И до сих пор за это не ответили. Никто не ответил. Построили им памятники, ходят и возлагают цветы. Лицемерно слезы льют. Десять долларов, да. И говорят, чтобы оправдать собственные преступления. Говорят. Вы знаете, почему мы проиграли Приднестровские конфликт? Не потому что там люди думали иначе. Мы проиграли, потому что вы воевали в самой мощной российской армии. И проиграли. Понимаешь? И вы герои. А с другой стороны Днестра то же самое говорят. Это оккупанты, агрессоры и так далее, и так далее. Но никто не говорит. А кто дал эту команду? Понимаешь? Кто дал команду? Что наше руководство политическое в Молдове не знало, что через три месяца после распада Советского Союза это от 14 армии никуда не делось? И туда были поставлялись с всей Восточной Германии и со всей Европы офицеров туда посылали, чтобы не давать жилье. Распадался Советский Союз, выводилась огромная группировка. Так нет, они их же бросали кадровики военные по месту жительственной. И когда мне Лебедь показал списки, что 75% офицеров и прапорщики... Из состава... Это уроженцы Молдавии и Приднестровья, которые там служат. А потом Плугару Анатолий, бывший министр госбезопасности, мне рассказал о том, что я ходил к Снегуру, показывал это и говорил, они не будут сидеть и смотреть спокойно. Да? Они будут защищать. Если там будет конфликт, они будут защищать свои дома, семьи и никуда не уедут. Потому что это они, Приднестровцы, наши земляки. И родственники, и родственники. И это был гражданский конфликт, понимаешь? А мы туда бросили... Тюкнули. А мы бросили туда. Обратите внимание, у нас не было, как бы, скажем, мусульмане, христиане или католики православные. Никакой вражды между людьми с двух берегов на стране нет. Внимание, состав населения по одному берегу и по другому абсолютно одинаковый. Есть разные разницы в менталитете. Чуть-чуть так. Но это не катастрофично. Но давай говорить дальше. Что мы сделали? Мы бросили туда необученных людей. Побили их. Полицейских. Трактористов. А с какими лозунгами бросили? В 90-м году наш парламент принимает румынский флаг, румынский гердиш, и мы говорим здесь об объединении с Румынией. Так? Да. Они говорят против. Мы приходим с автоматом Калашникова и пытаемся им это навязать. Мы говорим, нет, вы будете петь этот гендер. Они достают свой калаш и начинается бойня. Мы не сумели победить. Объясняем это то, что 14-я армия нас победила. Причем, внимание. Подождите, Виктор. Сейчас, секунду. Очень невероятно важный момент. Я, чтобы что-то не видел, чтобы детки или сами те, кто это все кукареканье из того и с другого берега заводил, чтобы сами пошли с автоматом в окопы. Они в это время осваивали банки, зарубежные посольства, офисы, фирмы, компании. Вот с этого мы и начинаем. Так вот, да? И вот через 4 года наш парламент собирается, отменяет герб дештябты и румыны, отменяет, вешает на флаг, устанавливает гимн, герб и так далее, и так далее. Кто-нибудь пришел к пренестровцам и сказал, извините, мы были неправы. Мы сами от этих ценностей отказались. Мы дальше будем строить независимое младское государство. Как об этом обещали люди, люди плакали. Помнишь, был такой персонаж, который говорил, пацин суфлиц и унирен цары. И десятки тысяч становились на колени и молились за святую, будущую, молдавскую, демократическую, свободную, процветающую страну. Где она? Вытащите товарища вместе с товарищем Гимпу и спросите, где это все? Вы не хотите ответить за это? Так вот, я хочу тебе сказать. Сейчас вот кинулись на министра и сказали, как он посмел, что за гражданский конфликт? Мы с Россией воевали. Вы хотите дальше с Россией воевать? Удачи вам, ребят. С кем еще вы будете воевать? С НАТО? Еще с кем-то? Понимаешь? Вот до тех пор, пока наше население будет бегать по этим геополитическим цуркам. По зеленым театрам, помнишь, как бегали? Вот по этим геополитическим цуркам мы идем в ЕС, мы идем на Запад, на Восток, вместо того, чтобы заниматься страной, нужно здесь построить нормальную страну, откуда никто не захочет уезжать. А мы построили страну, из которой сбежала большая половина населения, между прочим, большая часть в России. И мы здесь ходим через губу, рассказываем всем, что мы европейской интеграцией занимаемся. Хотя каждый мужик знает, которого жена уехала в Европейский Союз, чем она там занимается. Если это можно назвать европейской интеграцией, я против этого. Понимаешь? Вот я не говорю про европейскую, про российскую интеграцию. Мне надоели все эти векторы. Мне хочется сказать нашим полдавским политикам и нашему народу, займитесь собой, займитесь собственной страной, займитесь собственными семьями. Перестаньте воровать, перестаньте гадить вокруг все. Кидать. Кидать, кидать, знаете, извините меня, в какой европейской интеграции, как, знаешь, у профессора Пробеженского, написано, что надо с балконами бросать мусор или бычки бросать или гадить на собственных улицах. В каком, извините меня, евразийском пространстве в законах написано, что нужно деньги, которые дали Европейский Союз, кредиты разворовать и убежать, как Керенчук и сидеть в ясах. Почему этот товарищ, который Малигуцу передавал, не сидит перед судом? Вот где вопросы, понимаешь? А мы ходим, вот наши политики ходят. Где нам больше дадут? Кредитов, грантов, понимаешь? Мы эти рассуем по карманам, закажем себе шикарные машины, а все эти будут посылать своих дочерей и жен вкалывать за границу, понимаешь? И на самой низкой нише труда. Вот надо это говорить честно с людьми и сказать. Или вы займетесь на ведение порядка в собственной стране и не ждите от наших судей, политиков, прокуроров и так далее. Вы с них должны требовать. Они должны знать, что они под жестким контролем гражданского общества, которое будет всегда им говорить. Мы так больше жить не хотим. Мы 30 лет прожили, мы хватит. Вот пока этого не будет, ничего не будет. Ты понимаешь, Валера, вот ты очень правильный вопрос, так сказать, засветил. Он болезненный вопрос. И это понятно почему. Потому что человечек так устроен, что он всегда ищет виноват. Вот возьми маленького мальчика. Евреи виноваты. Мой маленький внучок и тот. Кто это сделал? Намочил. Ну, правильно. А он типа не знает, кто. У меня тоже такой же внучок. Тоже он говорит, он сделал картоедку. Это сделал там еще кто-то. Сосед сделал. Но мы-то взрослые люди, Виктор. Но внимание, я понял одно. Что по большому счету в каждом, в самом суровом таком дядке живет маленький мальчик. И в самой такой тетке маленькая девочка. Почему? Потому что человеку самое болезненное и самое трудное – это признаться, внимание, не перед другими. Я молчу. Перед самим собой. Вот так и сказать. Слушай, что ты сам себе человек? Слушай, что я делаю? Если вот человек начинает задумываться об этом, то это пробуждение личности. Хорошо. Это пробуждение. Человек начинает задумываться. Это большое дело. Хотя бы вопросы задавать, что важно. А у нас как люди? Кто виноват? Плохонек виноват. Своложный. Кто еще виноват? Филат виноват. Шор виноват. Пождите. Стоп, стоп, стоп. Одних других. Воронин виноват. Научил их. Я говорю, стой, стой, мальчики. Этот Киртуак и город там развалил. А у меня маленький вопрос. Мать вашу. А кто избирал их? Кто? Путин, Меркель. Трамп, Путин, Меркель. Ладно, у тех свои игры. Я понимаю. Нет, безусловно. Без игр нельзя. Но поверь мне, Витя. Но дожить до того, чтобы посол США за пять минут разогнал целую шарагу. И шарага разбежалась. А люди при этом даже не чесались. А зачем чесались? Людей возили за пятьсот лей стоять, защищать неизвестно что. И когда-то не подходили люди. Чесались, но не в ту сторону. А чего вы здесь защищаете? Они разбегались, понимаешь? Слышь, и еще внимание. Вот тот народ, который, по идее, должен не вот эти с курканами выйти на улицу, а люди простые выйти и сказать, мы не хотим вот этого всего. Вот конституционный. Делайте порядок. И поверь мне. Народ сидел, внимание, по кусточкам и ждал, что будет. Ждал. Собрались три кума. Да, в релиз. Посол США пошел. Сказал, так, пацаны, разбегайся. До свидания. А народ уже тут... Сколько на экраны выбежали. Борцов против коррупции. Борцов с подлым режимом. Там мать вашу. А где вы были? Слава богу, что еще сохранились даже защитники режима. Господи. И даже деньги не кончились. Наверное, еще башляю. Да, ну, хоть смешно, а драматургия какая-то, если ты представляешь, все бы на экранах сейчас только клеймили. А есть еще те, кто защищает, получается, какая-то драматургия. Нормально-нормально. Нормальный эффект. Я никогда не забуду, когда тоже одного президента тоже заходил к нему на интервью, брать или не помню, что... От него вышел журналист, который очень рьяно его критиковал. Знаешь, жутко критиковал. Буквально там чуть ли не какой-то товарищ, который на грузинском телевидении Пустина Путина проклинал, да? И я так удивился. Знаешь, что, дали ему интервью, да? Он говорит, нет, нанял на работу. Говорит, хорошо кусается. Старается. Старательный говорит. Скажи, ну, теперь пусть покусает других за мои деньги. Вот, ну, так, хорошо. Хорошие специалисты всегда нужны. Вот, ну, а ты самое, ну, вот вернемся к нашим. Нет, мне нравится, ты подошел к самой сути. Что перед тем, как искать виноватого, ловить, радоваться, что там забрали, споймали, что-то такое. Ребята, посмотрите на себя в зеркало. Мне, честно говоря, стало жаль министра странных дел. Я знаю, я знаком с Николаем Папецку, считаю его очень грамотным человеком, специалистом, хорошим ученым. Вот. Мне очень жаль, что его заставили так, мне как-то вот, знаешь, как бы... Я понимаю даже вот ту реплику, которую написал мой тоже хороший друг Валера Лицкай, грамотно, что вот на обеих берегах Днестра создали мифы и так далее, и так далее. Но у меня есть вопрос, ребята, как вы собираетесь решать этот вопрос? А? Как вы собираетесь решать этот вопрос, когда вы считаете друг друга, вот таким образом будете вести врагами? Изначально. Изначально. Я когда-то, мы снимали фильмы про дистанционные конфликты, и один из комбатантов сказал, знаешь, говорит, конфликт, наверное, кончится, когда мы пойдем вместе, вот те, кто воевали, в церковь, помолимся, попросим прощения у Бога за вот это, что мы сотворили, да, и простим друг друга. Я вот даже, когда мне говорят про Украину, Россию, что вот сейчас такой конфликт, вражда, 100 тысяч по вине некоторых ненормальных людей, убито более 100 тысяч, коллегами стали и так далее, и так далее. А я им задаю вопрос, вот мне один украинец так пытался доказать, что как мы теперь с русскими будем? Да очень просто. А как русские с немцами? 27 миллионов убили. А это тебе не шутки? Это не шутки. Вот. А 27 миллионов, концлагеря, все было. И почти каждую семью зацепила война. Я разговаривал даже вот с моим другом, который работал долгое время в Чечне, корреспондентом. И в Чечне страшные вещи делали все с одной и другой стороны. Нельзя сказать, что там федералы воевали в белых перчатках иногда. И внимание, и нашли общий язык? Да. Но все понимали, что или мы это переступаем, да. Или это до уничтожения. Или это мы будем вести эту войну до самоуничтожения, да. До убийства детей. Понимаешь? Самая страшная еще вещь, знаешь, о чем я задумался на днях? Многие наши люди, которые занимаются вот такой политикой, политикой, я считаю, тупиковой, они, некоторые из них говорили, что их любимый фильм это и роман Пьюза «Крестный отец». Да, это захватывающий такой фильм. Многим нравятся там стрелялки, убийства и так далее. Но я уверен, что мало кто знает главную мысль этого фильма. Как заканчивают эти люди? Чем закончил? Почему? Почему «Крестный отец», да, вот, пришел и начал обнимать и целовать убийц своего сына? Потому что он увидел самое страшное наказание, это когда убивает не тебя. Что такое человека убить за его преступление, за что он кого-то сажал, убивал и так далее, застрелить? Да он и не почувствует. Вот когда убьют твоих детей, и ты всю жизнь будешь мучиться и думать о том, что ты стал виновником смерти своей семьи, для которой это все создавал, резал других. Вот это самое страшное. И так закончил отец, и так закончил Майкл. В одном кресле, как собака, знаешь? Это он постиг страшный закон бумеранга. Зло вернется. Да, так зло возвращается. Сторится. Мы должны об этом думать, те люди, которые идут во все тяжкие. И ненавидят кого-то. Понимаешь? Ради денег, ради власти, ради того. Должны понимать, что это неминуемо, к сожалению. Вернется. А он возвращается. И именно самое страшное, вот почему я все эти вот гангстерские романы, вся наша криминальная такая бравада, но там просматривается один есть. Они когда друг друга хотят наказывать, они бьют по самому больному, по детям и по семье. Понимаешь? И даже бывает даже по-другому. Я наблюдал тоже такие моменты интересные. Внимание, обратите еще одно. Осквернение могил. Вроде никого не убивают, но иногда это большие раны наносит. Осквернение символов могил. Куда иногда больше, чем физические боли. Нет, нет. Ну, когда я говорю, что когда ты идешь на вот эту игру, да, вот. Против человечности. Беспределов, да. Против человечности. Даже в уголовной среде, говорят, что когда Шукшин снял свою знаменитую «Калину красную», ему написали в «Воры в законе» из черных, что фильм прекрасный, спасибо, вы великий мастер и так далее. Но даже мы, говорит, не убиваем тех, кто уходит из... Вот здесь вы перебрали, говорит. У нас нет такого правила убивать тех, кто хочет завязать и уйти с этого. Да, потому что «Калину красную» окончается именно его гибелью. Его гибелью ему мстят, якобы, что он ушел из-за русской. Но даже мы, говорит, люди, мы так не делаем. Это вы зря, говорит, написали. Хотя, может быть, какие-то моменты есть, там кто-то со злобленностью это делает. Но даже у криминального мира есть свои правила, есть свои тоже, как бы, понятия, да, они называют это понятиями. Да, у нас, сожалению... Ну, я жил в Бельцах, ты знаешь, что это за городок? Да, у нас, к сожалению, в Молдове вот в последние годы жила бы все больше и больше, жизнь была бы по понятиям, да. Вот. Но, к сожалению, мы понимали, что... Я понимал великолепно, и ты понимал, и многие люди, которые что-то читали, видели, понимают. Да, я жил в такой маленькой... Я жил в среде, где эти понятия были. В маленькой стране, я говорю, Сталин даже, я говорю, что вот насколько был Сталин жестоким правителем, да, и выстроил систему, она моментально рухнула после его смерти, понимаешь? Так же и здесь, понимаешь, что это убирают... Вот эта пирамида нарушится, когда убирают на человека. Пирамида рушится. Условия, которые создали ее, остаются. Вот это самое страшное. И тут же вырастет новое. Да, вот это самое страшное. Вот помнишь Майдан? Вот я сказал космоненту космонской правды, извини, Виктор. Я сказал космоненту, знаешь, чего я больше всего боюсь? Она спросила, аж чего? Я говорю, что в следующие годы у нас уйдут на то, чтобы найти нового Плохотнюка. Ты знаешь, что я тебе скажу? Понимаешь? И не факт, что он будет хуже. Что... То, что ты сейчас сказал, на самом деле, вот у меня не вызвало ни удивления. Даже у меня листик не шелохнулся, как это на дереве, так у меня в голове. Потому что если система заточена на такую публику, то единственный способ, единственный способ, это людям поменять систему в своей голове. Потому что вот был такой великий историк, Марк Блок. Вот тут Качука библиотека, я ее блошинкой называю, имени Марка Блока. И я вот сидя в Ботучинах, вот на прошлой неделе, что-то взялся апологию, историю Марка Блока читать. И Блок, кстати, это человек, который написал что-то своей кровью. Он погиб, Марк Блок, в 44-м году. Его взяла гестапо в Париже. Мучили. Он никого не сдал. Никого не предал, не продал. И погиб, был расстрелян. Так вот этот Марк Блок, он очень здорово зацепил одну такую вещь. Он говорит, что такое история? Ну, для одних история, это история с экономической точки зрения. Развитие производительных сил, там, обменных классов, там, у каждого свое видение история. Он сказал, говорит, история, это есть история человеческого менталитета. Дорогие соотечественники, запомните это слово. Менталитет. Менталитет это то, что зашито в нас, в культуре, в воспитании, с детских лет, в практике жизни. И вот это труднее всего посмотреть на себя в зеркало настолько глубоко, чтобы понять, вот почему ты так плохо живешь? Почему сосед твой так плохо живет? Семья твоя плохо живет? Страна плохо живет? А потому что тебя воруют, а потому что тебя такие, стой, 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 стой. А они откуда? Потому что русские, евреи, румыны, еще кто-то там мешает, да? Да, всегда, да, виноваты. Жиды виноваты. Приднестровцы, да. Эти москали, там, погани, там, молдувани, там, такие-сякие. Все румыны, все вокруг виноваты. Подождите, ребята, а мы кто? Да, это когда я приезжал... Поэтому, Валера, вот ты сейчас меня сильно повтори насчет Плохотнюка фразу. Что? По поводу того, что... Повтори. Как бы у нас в следующие годы не ушли на поиск нового Плохотнюка, вот этого я боюсь. Вот если этого не случится, тогда будет маленький шанс на то, что мы находимся на правильном пути. Но я боюсь, что опять, извини меня, вся наша вот эта чиновничья самая... И наш менталитет позволит этому всему случиться. И самое интересное, что ты понимаешь, в чем проблема еще? Ведь то, что мы очень разные, да, и на левом берегу, и на правом берегу, у людей разная ментальность. И здесь, внутри страны... Тоже разные. И гадаузы, и северяне отличаются... Только слышишь, там Днестр разделяет, а Днестр разделяет заборы. Мы все разные, но мы не можем понять, что в этом наше богатство, в этом наша прелесть. И что умение выслушать другого человека, да, просто надо ограничить себя в том, чтобы не хватать, не хвататься за нож и за дубинку. Вот и все. А решать вопросы. А решать вопросы мирно, спокойно, понимать, что... Обратите внимание, ничто так не объединяет людей, как или общий враг, или общая цель. Да. Но если бы мы поставили себе правильную задачу, да, действительно, ну так получилось, распался Советский Союз. Я был противником этого. Почему? Потому что я считал, что мы угробили огромное хозяйство. И задел. Огромный задел. И хозяйство огромное. Показали себя не... Вот можно ругать этого министра, премьера последнего Советского Союза, Павлова, да, покойного Царства Ему Небесное. Но он сказал туда, в Верховном Совете, я помню эту его речь, значит, он сказал золотые слова. Мы себе должны поставить... дать себе нормальный ответ на вопрос. Мы хотим сам управлять этой страной? Или нам нужны страны-управляющие? Вот то, что у нас произошло в разных ресторанах. Ну, смотри, сейчас опять пошло. Нам надо прокурора из Румынии. Ничего. Ребята, вам не стыдно? Деньги из Америки, Международный Улитный Фонд, они придут, нам все сделают. Нам дяди придут и сделают. Из Румынии, из Америки, из Европы, из России. Потому что мы негодяи. Я не знаю. Так выйдите на площади, скажите. Так и скажи. Мы ничтожество. Мы негодяи. Мы негодяи. Закрываем лавочку и разбежались с чертой матери. Мы негодяи. Мы еще не можем. Вот скажи, докуда доходит самоунижение, само неуважение, что нам надо каких-то граждан откуда. Вот помнишь эти Ох, Салтыков, щедринная история одного города. Помнишь, когда эти друг с другом что-то они там лбами бились, бились, а потом говорят, надо нам варяг из-за моря. Придите и владейте нами. Правильно. Вот она психология. Психология, да. Раба. Да. Это так, к сожалению. Ну что, пару минут остается. Валерий, с чем ты, с какой речью ты хотел обратиться к нашим дорогим сображданам в этот прекрасный летний день? Пропейте большевистскую песню. Давай. Хоть большевики, понимаешь, как бы у нас их ругают, но у них была правильная песня. Ну и помнишь, говорит, никто не даст нам избавление, ни Бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Только рукой. На этой, как говорится, прекрасной цитате я думаю, что мы с тобой не прощаемся, а еще не раз порадуем наших телезрителей всякими находками, заморочками. Спасибо, что приглашаешь. И самое главное, что вот финал этого разговора вот у меня оптимистичный. Если мы вот так можем выдать такую фразу, повтори ее еще раз. Это фраза недели. Нет, я другое повторю. Ты знаешь, ты сказал здесь хорошие слова про Марку Токачука, про тебя. Я всякий раз, когда мне говорят, я говорю, ребят, если вы хотите чего-то добиться, читайте умные книги. А если вам лень читать, сходите к Марку Токачуку, сходите к Баршевичу. Они прочитали много книг. В этой истории ничего нет нового. Все уже когда-то было. Да, вот поэтому политики очень любят советников, вот, профессиональных историков, которых я уважаю. Я с вами общаюсь только потому, что очень многому у вас учусь. Вот, потому что все уже было, ничто не вечно под луной. Понимаешь, было, но просто люди, понимаешь, так устроены, они настолько освоили этот спорт наступания на грабли, понимаешь, вот они идут и наступают на грабли, постоянно на одни и те же. И это им нравится. Что делать? Так и вспоминается экклезиаст, и как и кружится ветер, и возвращается на круги своя. Спасибо на этой прекрасной ноте. Дорогие соотечественники, я очень рад, что у нас, несмотря на вот это лето, отпуска и так далее, что зашел к нам в студию наш добрый друг и товарищ Валерий Демидецкий. Почему? Почему именно Валерий Демидецкий? Почему именно его я там разыскал, отловил, выловил? Он в отпуске. Да, хотя он в отпуске, я признается. Почему? Потому что есть моменты, когда настроение в обществе такое. Ну, типа, вот, мы победили. Вопрос, вы ли победили? И вопрос, чему радуетесь? Пока еще никто никого и ничего не победил. и третье, ну, победили, ради чего? Ради какой цели? Еще раз хотелось бы вам сказать, что вот это обсуждение с Валерием Демидецким, значит, я понял, что вот то, с чего я начал, было правильно и подтвердил мне больше всего это сегодня именно Валерий Демидецкий, что наши задачи а вернуть доверие к правительству, к руководству страны, вернуть деньги, привлечь деньги и заставить эти деньги работать на нас и на наше будущее. Но ничего этого не будет, ни доверия к правительству, ни возвращения денег, ни привлечения денег, не заставить их работать, если мы поймем только одно, никакие варяги из-за границы, никакие американские послы, ни русские посланники, ни чиновники из Евросоюза не помогут нам, если мы сами не поймем свою ответственность за нас, за страну, за будущее наших детей и внуков и за память тех наших предков, дедов, отцов, матерей, бабушек, которые ушли из этой жизни, оставив нам свое я в виде великой надежды, надежды на будущее, потому что только будущим живет настоящий человек и настоящее общество. спасибо за внимание вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич Борщ